С чего начну? Начну с небольшого долга, потому что анонсировал эту тему на прошлом стриме, но не успел, отвлекли вы меня с Дылевским, Сергеем, а тема важная, тема разгрома адвокатуры в Беларуси, друзья мои, разгром адвокатуры, важнейшего института и я бы сказал маркера правового государства. То есть, понимаете, адвокаты это последний оплот, вот последний оплот, то есть прокуроры могут быть тенденциозны, да, ну что делать, они назначены государством, они тенденциозны могут быть, суды тоже часть госсистемы, они могут быть тенденциозны. И последний оплот это адвокаты, вот уже дальше адвокатов нет ничего, человек абсолютно беззащитен перед системой, поэтому любое тоталитарное общество, тоталитарное государство после того, как захватит власть исполнительную, власть законодательную, власть судебную, оно добивает адвокатуру. И тогда открывается полная такая широкая дорога к абсолютному беззаконию, к абсолютному беззаконию, потому что никто не может его зафиксировать, это абсолютное беззаконие. То есть смысл адвоката, что даже когда он не может противостоять этой госмашине обвинительной, да, отстоять там правду, потому что ее невозможно отстоять, да, все решения приняты и так далее, он может это зафиксировать. И это остается в судебных документах, это остается в протоколах и так далее, и потом ты можешь абсолютно просто размотать все обратно и увидеть, что это не правосудный приговор. Что это приговор, где не учтены доводы защиты, где такие-сякие пятые-десятые нарушения, и с этими нарушениями выносить его было нельзя. Вот последний случай. Плюс к этому это единственный способ сейчас коммуникации для политзаключенных. Вот когда-то буквально на днях, почему я хотел про это поговорить. Отстранили адвоката Эдуарда Бабарико, сына Виктора Бабарико, вся вина которого в том, что он сын Виктора Бабарико, а не Александра Лукашенко. Был бы он сын Александра Лукашенко, у него была бы одна судьба, а он оказался сыном Виктора Бабарико. И поэтому у него другая судьба, и так как у нас дети за отцов не отвечают, именно поэтому он находится в СИЗО и отвечает по полной. Значит, вот Ирина Воронкова, адвокат Эдуарда Бабарико, не может выполнять свои профессиональные обязанности вследствие недостаточной квалификации. Как к такому выводу пришла квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности Министерства юстиции Республики Беларусь, который, как известно, сейчас управляется одним каким-то МВДшником, да? Сейчас вместо министра у нас Губопик теперь или кто там возглавляет именюст. То есть, ты смотри, какая странная тенденция. Только ты начинаешь защищать политзаключенных, оказывается, ты вообще не квалифицированный. Жил, жил, был квалифицированный, имел высокую квалификацию, только начинаешь защищать политзаключенных, ты смотри, не квалифицированный оказываешься. То есть, ну, как это так? У Виктора Бабарико отстранили всех четырех адвокатов. Это лучшие адвокаты, естественно, он человек богатый, все знают. Он нанял самых крутых адвокатов в Минске. Все оказались неквалифицированные. Вот как, понимаете, ужас какой. Всех отстранили, всех лишили адвокатского статуса. У сына тоже был прекрасный адвокат, неквалифицированный оказался. А кто у нас квалифицированный? А квалифицированные адвокаты у нас кто? Те, кто сотрудничают со следствием, это очень квалифицированные. Они сразу, у них такая высокая квалификация. Те, кто стучат на своих клиентов следствию, да, то есть раскрывают адвокатскую тайну. У тех вообще квалификация выше крыши. Те, кто, значит, не замечают нарушений суда, вообще квалификация супер. Это же какая надо квалификация, чтобы не замечать нарушений. Огромная, высочайшая. Вот, то есть вот такими качествами, вы знаете, обладали адвокаты в 30-е годы в СССР. Они обладали такой высокой квалификацией, что людей расстреливали там за 5 колосков, за то, что они японские шпионы, за то, что они, значит, троцкисты и зиновьевцы. Потому что очень высокая квалификация у адвокатов была. И вот теперь таких же адвокатов хотят подсунуть политзаключенным, а для них это, понимаете, в чем проблема. Единственный выход к родственникам не пускают, письма зачастую не проходят. Адвокат становится единственной связью со свободой, с миром. И от того, какой этот адвокат, зависит реально все. Либо вы будете получать достоверную информацию, либо не будете. Либо вы сможете передать что-то на волю, либо ничего не сможете. Адвокат для огромного количества политзаключенных, а вы знаете, что в Беларуси много не только тракторов, картошки, не знаю, и чего еще, и чиновников, еще очень много политзаключенных. Для них адвокаты это, ну, просто жизненно важный элемент их мира. И именно поэтому бьют, бьют адвокатов. Значит, адвокат Лаевский, вот который лишился статуса, защищал Бабарико, он сказал, что сейчас 30% лучших адвокатов или лишены, или вот-вот лишатся своего статуса в Беларуси. Наберут студентов, конечно, как набрали студентов-прокуроров. Вот эти студенты-прокуроры и вот эти странные судьи, как это Шлепа, Шепа, как она там, и остальные, которых вообще непонятно откуда, с дипломами заочника сделали после там года работы или нескольких лет работы секретарем суда судьями. И они, конечно, там под козырек исполняют все, что надо. Прокуроры такие же, сейчас будут такие же адвокаты. Но я считаю, это огромный прогресс правовой системы. Огромный прогресс правовой системы в достижении цели идеологии, про которую я вам рассказывал сегодня в ролике, кто не посмотрел, посмотрите. Где написано, что Беларусь это правовое государство, а приоритет Беларуси это уважение прав и свобод граждан. Так вот, такая адвокатура, конечно, будет на это работать невероятно. Плюс к этому запретили, вы знаете, частные адвокатские конторы, бюро. Теперь их всех гонят в юрконсультации. А вы знаете, что во всем мире только так адвокаты и работают. Идешь по Лос-Анджелесу, смотришь государственная юрконсультация. Сидят адвокаты. Или по Германии, или по Франции. Опять в этот совок адский. День работы Лаевский рассказывает адвоката от государства. Если тебя лишили, адвокат тебе дают. Адвоката от государства. 32 рубля рабочий день он получает. Ну, вы понимаете, как за 32 рубля он будет защищать. Великолепно будет защищать. Вот. И я скажу, что в этом смысле у нас ситуация гораздо хуже, чем была даже в царской России. Где был все-таки плевак, где были действительно крутая адвокатура. И даже хуже, чем в СССР. То есть в СССР все-таки резник, да, там, остальные крутые адвокаты, они как-то свою профессию защищали. Все, Беларусь и с этим покончено. Просто я считаю, что институт адвокатуры убит. Убит. Как и многие другие институты. Поэтому, ну, вот я хотел про это вчера рассказать. Но вот говорю сейчас. И считаю это трагедией для правовой системы Беларуси. Если можно так эту систему, в принципе, назвать. Продолжение следует.